Вы смотрите программу «Разговор по душам» и я, ее ведущая, Галина Топилина. Здравствуйте. 80% россиян испытывают чувство злости еженедельно. При этом каждый пятый находит повод для гнева каждый день. Еще ученые выявили закономерность. Чем выше уровень образования, тем больше человек испытывает негативных эмоций. А злость – это тоже негативная эмоция. Об этом узнаем сегодня. У нас в гостях психолог Алена Филиппова. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, Алена, действительно выводы ученых? Действительно есть какая-то закономерность уровня образования и чувство гнева. Ну как вы думаете? Я считаю то, что злость и гнев – это закономерная биологическая реакция. И она существует у любых живых существ. У животных она есть, у человека она есть. Уровень образования как может влиять на чувство гнева или чувство злости? Потому что развивается способность осознавать свою злость, свой гнев и каким-то образом обходиться с этим чувством. То есть если у животных гнев и злость – это биологическая прямая реакция, и животные не контролируют место, когда это произойдет, силу, с которой это произойдет, то человек с тем, что у него развивается интеллект, да, может это делать. Соответственно, уровень образования влияет скорее на степень возможности контроля. Я думаю, что это так. Да, то есть человек с тремя высшими образованиями, ему вообще сложно приходится. Он не только просто злится, он еще и осознает, что злится и работает с этим. Нам вообще тяжело, мы вообще много осознаем, что мы делаем. А вот еще такой интересный факт я прочитала про злость, о том, что обеспеченные люди злятся меньше. Есть такое? Обеспеченные в смысле материального, имеете в виду? Да. Здесь можно говорить про то, что злость, да, там, или гнев возникает тогда, когда несколько вариантов, так скажем, да, развития зарождения этого чувства есть. Это либо когда мы чувствуем то, что заходит на наши границы, да, и тогда злость и, соответственно, гнев, как естественная реакция призвана, чтобы эти границы отстоять, да, чтобы сначала их определить, а потом их отстоять. И второй момент – это когда у нас есть потребности какие-то, да, которые мы не можем закрыть, да, то есть мы не можем взять из среды. Вот, то есть злость направлена на то, чтобы как-то преобразовывать среду, в которой мы живем, да, чтобы что-то из нее брать. Если мы говорим о том, что основной такой мотиватор, который обеспечивает существование качественной жизни, да, в нашем обществе – это материальные блага, то, соответственно, нам постоянно приходится брать их из среды. Человек, который более обеспечен, закрывает эти потребности, соответственно, ему так много этой энергии в этом месте уже не нужно. Человек, который менее обеспечен, скорее всего, он постоянно озабочен, чтобы где-то брать эти материальные блага, соответственно, если у него еще это не получается, то уровень стресса растет. На этом фоне срабатывают автоматические реакции, и злость накапливается. Взрывная смесь – малообеспеченный человек с тремя высшими образованиями, самый злой на свете. Ну, ладно, это такое вступление было. Давайте вот прямо непосредственно вот про злость с точки зрения психологии расскажем, что это такое, откуда она… Ну, вы уже сказали, да, уже… Злость, она, кстати говоря, к моему большому и великому сожалению, она очень непризнана как здоровая эмоция в нашем современном обществе. Ее как-то к негативным больше относят. Да, ее принято как-то прятать, скрывать, маскировать. Действительно считается, что это что-то такое, что не должно быть проявлено. А вообще, в принципе, с психологической точки зрения, злость – это чистая энергия. То есть вот чтобы нам сейчас с вами встать, в буквальном смысле нам нужно разозлиться на пол. То есть злость обеспечивает вот эту энергию, благодаря которой мы чего-то делаем, да, то есть она активирует мотивационную сферу. Повышается уровень норадреналина, повышается уровень дофамина, который, собственно, заставляет нас чего-то достигать. Если взять немножко биохимии, то у нас есть такая… В олимпической системе есть такая вещь, как менделевидное тело. Оно отвечает за реагирование на опасность. И, соответственно, она увеличивается в размерах, когда возникает опасная среда, заставляет работать надпочечниковую систему, да, которая уже выделяет определенное количество гормонов разных, которая заставляет организм мобилизоваться, да. То есть возникает такая история, что, во-первых, из-за того, что у меня включается такая реакция и очень эмоциональная, да, к сожалению, немножко снижается, так скажем, префронтальная кора, да, которая отвечает за контроль эмоций, которая отвечает за, ну, и за контроль, и вообще за осознавание, чего я делаю. Потому что, чтобы нам… Ну, то есть если мы будем что-то делать, да, например, спасаться от врага, думать, как мы спасаемся, ну, мы либо не спасемся, да, либо, ну, скорее всего, так и произойдет, да, мы не спасемся, мы будем много времени тратить на осознавание. Соответственно, префронтальная кора выключается. Проблема в современном обществе заключается в том, что мы попадаем, благодаря выключению префронтальной коры, вот в эту ловушку. То есть бывает такое, что мы чувствуем, что эмоции как будто нас захлёстывают, и мы ничего не можем с этим сделать, да, как будто бы злость становится таким нашим, таким регулятором, то есть мы становимся как бы рабами этой злости. Плюс включается левое полушарие, то есть оно начинает работать более активно, которое отвечает за такой мотивационно-двигательный компонент. То есть таким образом заставляя нас приближаться к объекту нашей злости, чтобы его устранить. То есть злость ещё и вызывает у нас желание приближаться, да. Вот это с точки зрения того, как она организуется в психических процессах. Ну и, соответственно, злость с точки зрения психологии очень полезна не только для проставления границ, да, хотя с границами и с их определением у нас сейчас общество очень большая проблема, да. Ребёнок маленький это понимает, а потом мы разучаемся благодаря разным моментам, да, мы разучаемся опознавать свои границы. Ну так вот злость иногда нам помогает в том, чтобы их научиться заметить, она помогает удовлетворению наших потребностей, то есть буквально, ну, чтобы мы преобразовывали среду и брали среды то, что нам нужно. И злость буквально помогает достигать нам целей, то есть без чувства агрессии, ну, здоровой злости мы не обладали бы таким количеством дофамина, например, да, и нам было бы тяжело достигать целей, и мы бы скорее существовали в таком аморфном пространстве, чем вот, чем чувствовали бы вот эту энергию внутреннюю движение. Поэтому злость с точки зрения психологии в целом очень-очень полезный механизм, механизм, который нам нужен, то есть без него наша жизнь очень сильно усложняется. Но все равно же, наверное, злость, злость и рознь, вот вы сказали, что даже чтобы встать со стула, нужно разозлиться на пол. Это же не та злость, которую мы испытываем, когда что-то вот защищаем свои границы каким-то образом. Ну, то есть вот она разная бывает, да, и надо научиться как-то контролировать, владеть собой, чтобы вот границами переходить. Да, это правда, это правда. Если мы берем злость как равную энергию, да, то она выделяется для каждого нашего действия в разной степени. То есть чтобы мне встать, мне не нужно так много злости, чем чтобы отшевырнуть человека, который, например, на меня нападает. Да, и это, конечно, очень полезно вообще осознавать. Во-первых, осознавать, что она у меня есть, что это мой ресурс. Ну, это как голос, да. То есть я могу, я осознаю, что я обладаю голосом. В какой-то момент я могу шептать, да, рассказывая ребенку сказки вечером. В какой-то момент я могу орать на матче. И если я осознаю, что у меня есть разная сила голоса, которая дает мне возможность получать что-то из среды, как-то ее преобразовывать, тогда я могу этим, ну, этим управлять, да, это регулировать. А этому учиться в течение всей жизни как-то? Или как? Или можно этому не научиться? Или это просто есть заложено в человеке? Все зависит от изначальных, во-первых, изначальных базовых настроек, да, то есть насколько у нас изначально устроена наша гормональная система, да, все-таки это еще и что-то заложенное в нас базово. То есть есть люди просто по природе, более вспынчивые, более импульсивные, конечно, им сложнее управлять своим гнилом, своей злостью. Есть та среда, то общество, в котором мы росли, воспитывались, и есть некая детская история, да, про родительские какие-то послания, когда в какой-то момент, когда ребенок пробует этот мир на вкус буквально, да, то есть у нас даже вот злость даже отвечает, в общем-то, за жевание, вот этот жевательный процесс, и ребенку очень важно все жевать, что пробовать. Иногда ему могут говорить, там, не трогай, фу, выплюнь, даже вот с таких вот маленьких моментов, начинается подавление естественного чувства, да. А дальше, когда ребенок растет и чувствует, что его границы нарушаются, ему говорят, что «ну я же мама, на меня кричать нельзя», соответственно, ребенок понимает, что здесь тоже небезопасно, и тоже придавливает свою злость, да. И вот такими маленькими установками и ограничениями управлять злостью достаточно сложно становится. То есть, скорее, воспитывая, многие родители, ну, почему-то поколения, не обучали управлять злостью, они обучали злость подавлять. Поэтому подавлять мы злость очень хорошо умеем. Но вопрос в том, что внутри эта эмоция все равно есть, она никуда не девается. То есть, испариться она не может. Она выходит в какие-то другие вещи, которые являются достаточно неприятными, неполезными, да, для нас и для среды. А какие последствия того, что ребенку запрещают в детстве злиться, проявлять эти эмоции, во что это может вылиться потом? Ну, ребенку запрещают проявлять эмоции, запрещают злиться, да, это, повторюсь, это нарушение естественных, совершенно естественных биологических процессов, которые природа создала, да, то есть это очень полезная вещь. Но когда ребенку запрещают злиться, то, соответственно, дальше он, когда выходит в мир, да, ему нужно как-то преобразовывать среду, ну, влиять на нее буквально. С этим он не может справляться естественным образом, который ему дан от природы, да, то есть злостью. Ну, там, не знаю, проставлением границ тем же самым. И могут начаться разные проблемы, ну, какие, например, ребенок не очень может опознавать свои желания, он не очень может опознавать свои границы, да, он не очень может быть в конфликтах, потому что он их боится, так как его собственная злость, она подавлена, и у него вот этого панциря, который защищал бы, как будто бы нет, тогда, естественно, он будет чувствовать, что он будет уязвим, если вдруг на него будут нападать, это будет избегающий такой тип поведения, да. Запрещение злиться, да, и запрет на злость, подавление злости рождает порой зависимое поведение, потому что возникает, ну, так как у меня нет здоровой злости, нет этой энергии, у меня возникает страх конфликта, соответственно, возникает страх потерять человека, так как я никак на него по-другому не могу воздействовать, я начинаю очень бояться, что он меня бросит, что он от меня уйдет. И это рождает разные эмоциональные зависимости. Ну, и, в общем, там всякое еще разное, что сейчас можно бесконечно, мне кажется, вспоминать, на что это может влиять, но в основном это на какие-то, какие-то искажения, да, то есть это может появляться, например, такая история, как пассивная агрессия, когда человек хочет очень быть удобным, но он как будто постоянно чувствует себя в неестественной среде, он чувствует внутри вот эту энергию, как бы выдать в мир он ее не может, соответственно, начинает проявляться в виде потруниваний, каких-нибудь двойных посланий, вот такая вот история, да. Также злость может придавливаться в более, ну, происходить, да, модифицироваться в более безопасный вид, например, человек может выражать ее в обиде, но это более безопасно для общества, история, да, направление на себя, или вина это направление, там, на другого или также на себя, то есть это какая-то попытка к безопасности, да, потому что злость для меня равно опасность, так как я не умею с ней обращаться, да, ну, это как везти машину, и в руках умелого водителя машина может ехать спокойно, разогнаться до 10 километров в час, а может остановиться, может проехать аккуратненько, а может, я не знаю, там по полю ехать, а это я не умею водить несовершенно никак, и меня заболеть сажают. Конечно, для меня это будет опасная история. То же самое и со злостью. У меня вот сейчас по ходу возникли два вопроса. А как психологи, которые работают с детьми, вот с этими проблемами, которые вы сейчас озвучили, понимают, что здесь именно вот в злости, не выпущенной из детства, подавляемой злости дела, и как дальше строится работа с такими детьми? Обычно дети, которых в семьях обучили тому, что злость – это опасная эмоция, что она не должна быть, да, то есть, ну, обучались совершенно разными методами, это может быть прямой запрет, что злиться на маму нельзя, или это может быть, например, такая манипуляция, что каждый раз, когда ребенок злился, у мамы поднималось давление, и ребенок ощущал себя виноватым, и боялся, что его злость может разрушить другого человека, да. Такие дети, они в основном ощущаются как замкнутые, закрытые, то есть ощущение, как будто бы они ходят по минному полю, боятся сделать лишний шаг. Это осторожный контроль своих импульсов, притупление эмоций, это физическое отстранение, то есть такой ребенок будет более отстраненный, голос будет более монотонный, да, то есть такой ребенок будет постоянно наступить не туда, чтобы не сдетонировал, да. И с такими детьми работают сначала на, ну, в целом сначала на распознавание их чувств, но так как напрямую с ними сложно, так как они определяют психолога как тоже небезопасного человека, да, который может так же, как мама, например, его начать ругать, то обычно используют какие-то промежуточные способы, это, например, песок, да, то есть строят какой-то сюжет, где ребенка просят поместить себя в место вот в его семье, да, и там, где находится он, где находится его семья, может быть, просят какие-то эмоции, которые он испытывает, тоже в виде игрушек тоже куда-то поместить, и смотрят, как у него это выглядит вот на, в общем-то, уже на физическом мире, да. Это могут быть рисунки, это может быть лепка, то есть это может быть все, что через такой символ дает возможность показать, чего ребенка во внутреннем мире. И дальше от этого, отталкиваясь от того, что мы видим, строится дальнейшая работа. А как грамотно, гармонично прожить с ребенком его злость? Ну, тут такая двойная подложка, что если я сама мама не в ресурсе, да, у которой, там, не знаю, очень все тяжело и ей самой сложно, то грамотно с ребенком злость прожить, к сожалению, не получится. Тут я предлагала бы, как, да, предлагают стюардессы в самолете, сначала надеть маску на себя. То есть в первую очередь позаботиться о том, чтобы у меня были ресурсы, чтобы я могла выдерживать. Потому что если у меня ресурсов нет, и если я сама нахожусь в разболтанном состоянии, то, соответственно, ребенок, как такой достаточно тонко настроенный инструмент, настроенный на меня, на мои чувства, в общем-то, будет считывать скорее не способ помочь, а способ еще больше загнать куда-то его, вот в какой-то, в какие-то такие рамки. То есть если мы убедились, что с нами все в порядке, что мы выспались, что у нас день прошел хорошо, да, то тогда, ну, там, чего предлагаю точно делать я, это помочь ребенку называть эмоции, потому что дети, особенно маленькие, может быть, даже дошкольники, они испытывают злость на фоне таких ощущений, это могут быть физические ощущения, да. То есть он может начать сжимать сильно кулаки и не будет понимать, почему он это делает. У него что-то происходит внутри, а он не может это идентифицировать, соответственно, назвать, да. И поэтому вот через такие даже физические проявления можно замечать их у ребенка и называть это словами, да. То есть сначала можно прямо показывать ребенку, что, слушай, я смотрю, ты сегодня какой-то другой, да, ты выглядишь вот напряженным, и ты как будто сжимаешь кулаки. То есть это если, это та история, когда соприкосновение со своим чувством, ну, вот никак совсем не происходит, тогда можно начать через телесные ощущения, да. Если мы видим, что ребенок явно злится, это видно, да, ну, не знаю, там, он может огрызаться, он может повышать голос, да, мы можем буквально ему называть, говорить, что, слушай, я вижу, ты сейчас правда злишься, да. То есть называть ему эти чувства, и таким образом мы делаем две вещи. Во-первых, мы ребенка обучаем опознавать, что мое ощущение, это вот эта вот эмоция, да. А второе, что мы делаем, что очень важно, мы легализуем ему эту эмоцию. То есть когда мы ее называем, мы как бы разрешаем ему это испытывать. Если бывает такое, что ребенок начинает пугаться того, что мы начнем его там ругать или запрещать ему как-то, ну, можно проговаривать, можно прямо говорить, что, слушай, я не буду тебя ругать, да, ты сейчас зришься, это нормально, да. Дальше ребенку можно предлагать, ну, распаковывать прямо чувства на того человека, например, кто его там взбесил где-нибудь в школе, да, и также легализовывать продолжение его злости. Что значит распаковывать? Распаковывать, значит, то, во что эта злость дальше превращается. То есть я вижу, что ты сжимаешь кулаки, ты так сильно злишься, что тебе бы хотелось, наверное, очень сильно ударить этого мальчика. Да, то есть легализовываем ему то, что он представляет у себя внутри. Таким образом он это проживает, и злость сходит на нет. И очень важно после этого, после того, как мы помогли, да, определить, распаковать, что происходит. Естественно, мы не предлагаем идти без этого мальчика. Мы предлагаем выразить злость, ну, это же энергия, да, соответственно, выброс гормонов уже произошел, и нужно их куда-то деть. Мы предлагаем использовать разные подручные средства. Побей подушку, порви бумагу, да. Если это ребенок-дошкольник, то мы вместе с ребенком это делаем. Мы помогаем, это может даже превращаться в такую игру, да. Мы можем ребенка обучать, так выражать злость, чтобы он дальше мог, например, это делать самостоятельно. Можно покричать, да, можно написать письмо злости, что я часто очень предлагаю, например, своим клиентам, это очень хорошо тоже работает, да, распаковывать чувства, тем более, что через письмо у нас тоже хорошо выходит энергия. После того, как мы это все сделали, мы уже разбираем, да, то есть важно взять опыт. Не просто вот мы позлились, мы назвали это чувство, мы позлились, мы побили подушку, все, мы счастливы. Важно взять какой-то опыт, да, и как-то переварить то, что произошло, да, чтобы это как-то повлияло на его общение с социумом в будущем. Мы анализируем, да, откуда эта злость взялась, может быть, там, под злостью, что очень часто бывает, да, что злость у нас такая, некая загораживающая эмоция, она нас от чего-то защищает, а под ней часто лежат какие-то более сложные чувства, ну, например, там, желание быть первым, желание понравиться, да, желание, не знаю, там, быть любимым, да, быть ценным, быть признанным, да, и может вдруг так получиться, что у ребенка нарушена какая-то одна из этих потребностей, например, в школе, да, и, соответственно, сработала злость, но сработала она как защитный механизм, потому что если бы она не сработала, ну, ребенок бы просто замкнулся в себе и провалился бы в эту трудную эмоцию, и тогда последствия были бы хуже намного. Что делать с потасовкой на детской площадке? Как родителям поступить, когда вот эти вот эмоции негативные, злость в искры превращаются, и дети сталкиваются друг с другом? Да, здесь, если мы говорим о детях. О детях, конечно, да. У нас, у нас дети, ну, например, это там дошкольный, школьный возраст. Но дети, как правило, у них еще нету возможности коммуницировать, да, то есть мы вот пока обучаем детей через себя обозначать свое чувство, договариваться, проходит время, да. Маленькие дети, особенно там дошкольники, младший школьный возраст, у них нет возможности, так как еще, ну, особенно не очень развиты, в общем-то, до конца мозговые доли, лобные доли в том числе, у них нет возможности осознавать свою эмоцию и, соответственно, как-то ее регулировать. То есть они там дерутся не потому, что они такие все злые, плохие, отвратительные, да. Но не поделили что-то. Ну, не поделили что-то, да. Они это делают потому, что у них нет возможности себя остановить, да. Соответственно, вообще, в целом, задача, собственно, родителей брать на себя вот эту функцию регулятора. То есть пока ребенок самостоятельно не может это делать, мы это регулируем, да. Соответственно, в потасовках, после того, как родители останавливают потасовку, да, родители совершают обычно ошибки. Какие, например? Они начинают, даже тот, кто, может быть, начал драку, да, они начинают, например, кого-то одного ругать, ну, при других говорить. Вот ты был неправ, там. Своего начинают ругать. Ну, своего, другого, неважно. Ты был неправ, тебе сейчас прям надо извиниться перед ним, да. И ребенок в этот момент, он что понимает? Он понимает, что, а к тому же неизвестно, что произошло. Может быть, его оскорбили, не знаю, да, ему стало обидно. Может быть, он защищал своих близких. И ребенок в этот момент впадает в такой интенсивный стыд и обучается тому, что, в общем-то, защищать себя и других нельзя. А тот, который, в общем-то, которого не ругают, он, даже если он был виноват, он понимает, что, в общем-то, он выиграл, да. Соответственно, никакая польза из этого не выносится. Мы осуществляем просто функцию такого суда, да. То есть одних помиловали, других наказали. Кто из этого чего вынес, непонятно, да. Например, сейчас в некоторых частных школах используется такой час разговора вот про чувства, да, то есть в конце каждого дня как раз разбираются вот такие потасовки, где разбираются причины, да. То есть почему так произошло, почему вы сцепились, почему каждый, почему именно каждый это сделал, да. То есть дается воля на выявление, на выражение чувств каждому из участников, да. И, соответственно, после того, как чувство обоих поддержано, предлагается какой-то альтернативный способ, да, в следующий раз использовать или как-то договариваться. Ну, то есть как-то вот так вот. прорабатывать все это. Да. Так родителям-то надо вникать в это, в потасовку или нет? Ждать, пока сами разберутся. Ну, смотрите, здесь такая... Вот здесь и сейчас, на площадке. Здесь такая тонкая грань, что, ну, разнимать точно надо, потому что, ну, дети могут просто не остановиться сами, да. Я думаю, что разнимать надо. Но, повторюсь, вопрос с тем, чтобы делать разбор полетов прямо на площадке, не каждый родитель это может сделать, да, потому что родитель, который разнимает детей, у него самого начинает шкалить эмоции, да, он встает сразу на чью-то сторону, соответственно, начинается оценочная система. То есть сразу начинает кого-то ругать, кого-то начинают оправдывать. То есть я бы здесь предложила максимум, что сделать, это разнять, выслушать каждого из участников, да. И этого иногда уже бывает достаточно, да. И дальше задача родителей самостоятельно дома разговаривать с каждым из детей, да, чтобы дети не погрузились в чувство вины и в чувство стада. Алёна, спасибо большое. Мы на этом сделаем остановку. Сегодня очень так обстоятельно поговорили про злость и про детей. Мы продолжим в следующем выпуске тему злости. А на сегодня это всё. Вы смотрели программу «Разговор по душам». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова